Почувствуй себя каюром. Постоять на нартах и попробовать усмирить виртуальных собак можно в новом музее Берингии. Впервые выездная экспозиция настолько масштабна. В этом году она расположилась справа от трибун. Ну, нравится, конечно, очень интересно. Можно погреться и заодно посмотреть что-то интересное. А настоящих собак потискать можно на улице. Огромная очередь выстроилась к местной суперзвезде – аляскинскому маламуту Лёле. Эта порода особенно добродушна. Особенно если вдруг еще пахнут пирожками руки, так вообще он ваш друг навеки. Исконная культура Камчатской земли. Жителям и гостям полуострова сложно устоять на месте. Здесь эмоции, как-то обычные праздники, это обычные праздники, а это как бы, ну не знаю, сюда хочется идти. Пара оленей с одним рогом на двоих – тоже звезды этнической площадки. Их привели из питомника снежные псы. Они в загончике, поэтому гладить спокойно можно. Не очень любят, когда их за рога трогают. А так, за нос, пожалуйста, можно гладить. Рядом с загоном – игровая зона. Смелым и ловким предлагают поймать оленя. Правильно собрать обычный аркан и накинуть его на вращающийся шест у Милы из далекого Сочи не получается. Пока не получилось. Будем пытаться. Вообще сложновато. Надо сфокусироваться, и тогда, я думаю, все получится. На затрибунном пространстве гостей праздника развлекали местные группы, а настроение для самых маленьких создавали аниматоры. Раз, два, три, четыре. Дети активно участвуют во всех конкурсах, а за победу получают жетоны. Я выиграл 11 жетонов. Играл я в баскетбол, в морской бой, проходил испытания и играл в мини-футбол. Сначала наблюдают, а после втягиваются в игру. Родители тут и сами, по-хорошему, впадают в детство. Много игр прикольных, которые придумали. То есть они как бы занимают мало места. Ну, вот, например, четыре человека могут играть. Даже четыре взрослых, там, и четыре ребенка. То есть мама может болеть, ребенок может играть. И мама наоборот. И наоборот, да. Очень даже интересно. Обменять жетоны предлагали на сладкий подарок. Билет на карусель и батут. А главный приз – скоростная ледянка. Подарков было больше тысячи. Соответственно, дети прям гурьбой сюда рвались, выбирали подарки. Подарки были разные. Вот все, что любят дети – лизуны, всякие скричеты, там, всякие дудки. У нас есть ледянки, снежколепы. Вообще, выбор был большой. Разобрали все. Дети молодцы. Они играли. Они прям азарт у них был получить подарки. Не первый год на территории биатлонного комплекса устанавливают особый почтовый ящик. В этом году выпустили четыре вида специальных берингийских открыток. Общий тираж – три тысячи. Каждый мог бесплатно прямо с праздника отправить такую открытку в любую точку мира. У нас очень много знакомых, да, и родственников, которые живут в Москве. Вот мы хотим им отправить, чтобы показать, какой у нас праздник проходит в Петропавске-Камчатске. Отправляю друзьям, родственникам в Санкт-Петербург, Екатеринбург, всем, кто мечтает побывать на Камчатке, увидеть Берингию. И также передаю им чуточку этого праздника. Я вообще хотела бы еще домой взять по открыточке. Нет, ну, конечно, нет, я попробую, знаете, как сделать? Я, видимо, скорее всего отправлю самой себе. Так будет приятно получить. На обратной стороне открытки напечатан специальный QR-код. Просканировав его камеры смартфона, пользователь попадает на сайт со всеми берингийскими новостями. Да, Почта России традиционно принимает участие вот в этом популярном и таком массовом мероприятии, как Берингия. Ну, традиционно мы выпускаем открытки. В этом году тираж 3000 штук. Это 4 вида открыток. На торговой площадке сувениры, женские украшения, памятные кружки и, конечно же, изделия народных мастеров. Творчество Людмилы Юлтыгиной известно далеко за пределами полуострова. Каждый раз на праздник она готовит что-нибудь необычное. Натуральные кожаные куртки из натуральной кожи с натуральным мехом и ручная роспись. А с чем это? Что это такое? Краски? Это краски специальные по коже. А они не сотрутся? Ничего не будет. Кроме современной одежды, важное место в ее творчестве занимают национальные наряды и головные уборы. Причем алахая из овчины и нерпы рукодельница шьет по всем правилам и канонам корякского народа. Традиции в ее роду передаются из поколения в поколение. Но здесь должны быть свои каноны соблюдены. У нас нельзя, чтобы вот этот пушистый мех был впереди. Почему? Он все только для покойников. Поэтому, когда бабушки увидели, что неправильно сшили алахай, то вы, говорит, не соблюдайте традиционные. В огромном берингисском шатре, который установлен практически у главного входа, для детей проводят сразу несколько мастер-классов. Здесь можно расписать деревянные фигурки, шить ошейник для четвероногого друга или мягкую игрушку. Замечательный праздник. Уже второй год приходим. Хорошо, что в этом году для детей очень много развлечений. В прошлом году такого не было. И самое интересное, что многое бесплатно. В этом году открытие Берингеи, как отмечают многие гости, получилось особенно насыщенным и душевным. Праздник дал гостям возможность почувствовать все тепло Камчатской земли. И Дюлина, вообще сама Берингея, она известна далеко за пределами Камчатки и России. Это радует. Сегодня уже приезжает на Берингею. В завершении на главную сцену поднялись приглашенные артисты из Москвы. Группа «Бурита». А завершился большой праздник ярким салютом. Ольга Семенова, Лейсан Латыпова, Алексей Кузьмин.